На самом финише ушедшего года в российской прессе появилось несколько публикаций с результатами неких опросов, где более половины опрошенных подданных Ее Величества высказали сожаление о том, что Британия осуществила Брексит. Другие статьи были насыщены цитатами различных экспертов и аналитиков из той же Британии, которые негативно оценивали выход страны из Евросоюза. Ну а уж в комментариях российских экспертов о том, как много Британия потеряла от этого шага, явно не было дефицита. В общем, появилась привычная картина скоординированных действий российской пропаганды. В таких случаях Москва запускает нужную тему через подконтрольные зарубежные СМИ или прикормленных деятелей, ну а потом, ссылаясь уже на них, местные деятели развивают эту тему так, чтобы уже их выкладки вернулись назад, в ту же британскую прессу. Тем самым формируется цикличный бэкграунд темы, где очень трудно найти то место, откуда началось это движение, и если спросить кого-то об источнике таких рассуждений, он удивится и ответит, ну об этом же говорит весь мир. То есть волна выйдет на уровень общеизвестной темы, и никто уже не станет раскапывать ее до такой степени, чтобы увидеть, чьи же уши в ней торчат, или насколько глубока норка у кролика. Но во всем этом пейзаже есть один момент, который мы артикулировали и не раз, и даже не два. Российская пропаганда, кроме всего прочего набора своих инструментов, успешно пользуется еще одним эффективным средством, которое нельзя назвать инструментом. На самом деле, это особенность восприятия большей части публики, которая и является потребителем пропагандистской продукции, а раз так, она представляет собой и цель этой пропаганды. Эта особенность восприятия хорошо иллюстрируется коротким детским анекдотом. Где-то в Африке мартышка несется по джунглям, и со всего разбега врезается головой в пальму. Упала рядом с пальмой, чешет ушибленное место, а потом и говорит, эх, были бы мозги, вылетели бы. И в данном случае речь идет даже не о том, чтобы попытаться самостоятельно анализировать происходящее и делать собственные выводы, а просто помнить о том, что было совсем недавно, даже без исторических аналогий. Таких примеров можно приводить бесчисленное множество, но мы обойдемся без них, а только отметим, что в таком бездумном режиме большая часть людей обрезают причинно-следственные связи и утрачивают способность ориентироваться в происходящем. Отличный тому пример промывания мозгов сериалами типа «Скоты» или «Слуга Горнобородька». В данном же конкретном случае указанная выше пропагандистская волна проходит легко и непринужденно, потому что примерно тот же набор экспертов и СМИ из кожи вон вылазили, рассказывая о том, как хорошо делают британцы, решившись на выход из Евросоюза. Проще говоря, российская пропаганда в этом плане развернулась на 180 градусов и теперь пропихивает совершенно другие тезисы. А как можно понять, подобные развороты на ровном месте не случаются, и тому должна быть веская причина. На самом деле эта причина существует. И чем дальше, тем больше в Москве понимают, что прилагая максимум усилий для того, чтобы подыграть британским центробежным настроениям относительно Евросоюза, на самом деле они переиграли сами себя. Причем было бы рискованным говорить о том, что спецслужбы и пропаганда России выпихнули Британию из ЕС. Не будь там таких настроений, навязать это искусственно было бы ну очень сложно, хотя бы потому, что британское общество очень консервативно. Таким образом, россияне просто поймали естественную центробежную волну и просто приложили к ней свои усилия для того, чтобы сработать в качестве катализатора уже идущего естественного процесса. Мы можем предположить, что Британия пришла бы к идее реализации Брексита чуть позже, и в таком случае она была бы более подготовленной, и проблемы выхода были бы не такими болезненными, как мы это наблюдаем сейчас. Москва же ускорила этот процесс, и он пошел по кратчайшему пути со всеми вытекающими проблемами незрелой ситуации. Нам же торопиться некуда, и потому можно отмотать ситуацию немного глубже в историческом плане, но чтобы посмотреть на то, зачем вообще Британия входила в Евросоюз и чего там она не нашла. Для этого следует вспомнить о том, что до Второй мировой войны Британия имела форму империи, которая уже просто физически не могла расти дальше. Но в самом деле крошечная митрополия владела колониями многократно, а вернее в десятки раз превышающими как ее размеры, так и численность ее населения. Проще говоря, империя остановила свой рост, а как мы знаем, прекращение роста означает для империи не точку равновесия, а начало ее распада. В подтверждение этому существует масса теорий, но основным является фундаментальный принцип, лежащий в основе любой империи. Она сильна только тогда, когда растет. Причем эту силу ощущает как ядро империи, так и ее колонии. Эта мощь растущего организма заставляет всех работать именно в этой парадигме. Но как только рост прекращается, это говорит о том, что империя выдохлась и не имеет внутренней энергии для роста. И вот с этого момента она меняет внутреннюю парадигму с роста на удержание достигнутого. Это важный момент, поскольку раньше приемлемые потери были обусловлены приобретениями. А теперь они начинают соотноситься с неизбежными утратами. Империя для себя определяет критические точки, до которых она может отступить без боя. Поскольку воевать за удержание всего она уже не может. Ну хотя бы потому, что эта борьба приобретает совсем другой вид. Если захват можно оправдать освобождением от чего-то или кого-то, плюс подключение новых земель и народов к передовой цивилизации, то на уже контролируемых территориях население точно знает цену этой цивилизации. А потому второй раз на грабли уже не наступает. Отсюда вытекает и другой характер усилий. Если раньше это была чистая, хоть и захватническая война, то теперь все переходит в стадию карательных операций. А это не может не обратиться против митрополии в плане постепенного разложения колониальных войск и падения их общего морально-психологического уровня. Ну а раз так, то в случае столкновения с другой империей, находящейся в стадии роста, старая империя имеет все шансы потерпеть поражение, что и подтверждает история. И вот после окончания Второй мировой войны Британия начинает сворачивать свою империю и уходить с захваченных территорий, оставляя за собой лишь немногочисленные анклавы в каких-то узловых точках мира. Но основная часть колонии была без боя отпущена в свободное плавание. При этом Британия сделала это по собственной воле, а не под давлением неприятеля. И это крайне важный момент. Дело в том, что перед тем, как принять это кардинальное решение, безусловно, следовало бы обозначить свое новое место в этом мире, что после статуса крупнейшей империи было не так уж, кстати, и просто. Закончившаяся война де-факто утвердила в качестве лидера западного мира Соединенные Штаты. Причем в Лондоне четко понимали, что Штаты смогли успешно провести две крупномасштабные военные кампании на театрах военных действий, разнесенных по разные стороны Земли. Более того, в отличие от Британии, которая всегда была сильна на море и хромала на суше, США одинаково сильно отыграли на суше, в воздухе и особенно на море, где, безусловно, стали единственной морской сверхдержавой. И при этом новый лидер не опирался на свою колониальную систему. Более того, в Британии пришли к выводу о том, что без командной борьбы не удалось бы в одиночку тягаться с Германией, которая смогла превратиться в мощную милитаристскую машину всего за шесть лет, пребывание Гитлера у власти. Все это привело к необходимости пересмотра своих позиций в этом мире, и Лондон справедливо решил, что в данном случае не следует оспаривать первенство США в западном мире, а вместо этого быть их первым и самым твердым союзником. С этого момента британский маятник начал движение в обратном от империи направлении. Отказ от амбиции на мировое лидерство дал возможность относиться проще к разным вещам и позволил уже без потерь лица включаться в различные альянсы с целью загрузки своей экономики, ну а проще говоря, зарабатывания денег. Лондон вполне принял на себя роль мировой финансовой столицы на фоне растущего противостояния Запада с коммунистическим Востоком. В общем, Британия нашла новую точку равновесия и вполне довольствовалась ею. При отсутствии колоний ей можно было решительно сократить управленческие структуры и переформатировать бюджет по то, чтобы заняться решением вопросов, которые, безусловно, накапливались во время митрополии. Тем не менее, связь с США и союзниками строилась на вполне понятной основе, представлявшей собой единую грозу с Востока, которую не нужно было выдумывать, поскольку Совок явно показывал свои агрессивные намерения. В связи с этим всем было понятно, что штаты держат флаг, а остальные страны группируются вокруг них, чтобы в случае необходимости эффективно противостоять агрессии. Неудивительно, что в преддверии разрушений Совка всем стало понятно, что этот стержень, который держал Большой Западный Альянс, перестал быть актуальным. Проще говоря, с коммунистическим Китаем были налажены плотные экономические отношения, и прагматизм подсказывал, что мирные и, безусловно, взаимовыгодные отношения с ним будут выветривать его агрессивность. А постепенно и коммунизм. Все это укладывалось в теорию о том, что повышение благосостояния населения и рост его образования самым естественным образом эродирует коммунизм изнутри, и постепенно Китай придет к тому или иному формату западного общества. Причем именно Британия имела свои собственные основания для такой уверенности, поскольку гроздь ее небольших колоний, наподобие Гонконга или Макао, показывали, что этнические и даже исторические особенности местного населения никак не являются непреодолимым препятствием на этом пути. Очевидно, что коллективный Запад всерьез полагал, что если Китай с коммунистами у руля быстро движется в направлении цивилизации, а образовавшаяся на руинах совка Россия, которая лишилась коммунистического руководства и отбросившая коммунистическую идеологию, еще быстрее двинется к этой же цели и, безусловно, обгонит Китай, то именно тогда и было принято решение о возврате остатков британских колоний Китаю. Эта эйфория была подобна помешательству, поскольку объективно еще не было никаких причин для того, чтобы полагать, что Россия или Китай пересекли точку невозврата и отката к холодной, а тем более горячей войне. Весь Запад переоценил те процессы, которые шли в указанных странах, и на самом деле он зашел непростительно далеко, ослабив не только хватку на их горле, но и ослабив свое единство. Тут надо, правда, заметить, что и штатам корона лидера Западного мира тоже уже давненько натирала, и они где-то упустили точку баланса, и те методы, которыми они действовали во времена Холодной войны, перестали нормально восприниматься союзниками и партнерами. В Вашингтоне эту тенденцию уловили слишком поздно, а ведь уже давно известно, что мобилизационный тип отношений имеет свои пределы и, безусловно, должен иметь какую-то реальную угрозу, которая и стала причиной этой самой мобилизации. После развала Совка такая причина просто исчезла. Причем штаты сами же и задали темп разрушения образа этой угрозы по сути и не имея для этого никаких причин. Совок хоть и развалился, но не до такой степени, чтобы полностью исключить возможности рецидива милитаризма. Тем более штаты не довели до конца хотя бы одно важное мероприятие. Не вырвали ядерное жало, которое осталось в наследство у Совка. Начало было положено правильно, но тот Плутоний, который уехал в США, был только первым из трех шагов, которые надо было сделать для того, чтобы списывать московскую угрозу со счетов. А следующим шагом нужно было сделать уничтожение российского ядерного арсенала, а уже третьим уничтожение материальной базы для получения оружейного урана и Плутония и сборки ядерного оружия. И тем не менее клич «Враг повержен» прозвучал. И началась демобилизация, и похоже на то, что в Штатах кто-то понял этот промах, и мы стали свидетелями нескольких попыток повторной мобилизации, которые попытались предпринять Штаты, но лучше бы они этого не делали вовсе. Вернее, делать было можно и нужно, только вот как платформы для мобилизации они не подходили абсолютно. Такие темы, как борьба с терроризмом и глобальным потеплением, по определению, не могли стать консолидирующей основой. И это не потому, что эти темы не актуальны, а потому, что они слишком абстрактны для населения, даже собственной страны, а уж тем более для населения стран-партнеров и союзников. Заметим, ни одна партия, оказавшаяся у власти в странах Запада, не смогла добиться победы на антитеррористической или экологической повестке дня. Опять же, это отнюдь не значит, что у Земли нет перспектив превратиться в пустыню из-за необратимых экологических изменений или какого-то особого вида террористической атаки. Ну, например, ковида в Кубе. Но если речь идет о каких-то конкретных вещах, то это не срабатывает. Да и не сработало. И вот ЕС как раз и стал таким себе защитным механизмом для любого протекционизма, в том числе и американского. На своей заре Евросоюз это особенно и не скрывал. А в планах было вывести общую экономику ЕС на первое место в мире, так, чтобы иметь единый мощный голос в любой ситуации. И вот Британия вошла в этот союз именно с этой целью. Еще один момент надо учитывать в этой комбинации. Ну, просто вспомним, как со временем к Евросоюзу присоединялись новые страны. Им выставлялись требования экономического, политического и юридического характера, не выполнив которые кандидаты не имели шансов на вступление. И особенно это касалось демократических параметров страны. Это все к тому, что Британия рассчитывала, что включается в общность демократических стран, которые имеют одинаковые представления о множестве вещей, в том числе и о тоталитаризме. То есть базовые принципы стран Евросоюза примерно одинаковы. И вот в этой кампании можно было строить новый мировой порядок с еще одним демократическим центром. Проще говоря, была задумана концепция двуполярного западного мира, один из которых по-прежнему должен был оставаться в Вашингтоне, а второй формироваться в Брюсселе. А Британия, как одна из старейших демократий, должна была играть, если не лидирующую, ну то уж точно стабилизирующую роль в ЕС. В общем, Совок, как вы помните, развалился в 91-м. А уже в следующем, 92-м, был подписан Маострихский договор о создании Евросоюза, который запустил Евросоюз в жизнь через год, в 93-м. Понятно, что какое-то время механизмы Союза притирались друг к другу, и теоретические принципы, которые были положены в его основу, на практике оказались несколько отличными от запланированных. Евросоюз получил статус субъекта международного права и стал осуществлять внешнюю политику всех стран-участниц от своего имени. Пусть и не на все 100%, но по ключевым позициям внешней политики именно Евросоюз обычно задавал основной тон. Но чем дальше, тем сильнее становилось понятным, что вопросы, относящиеся к компетенции Евросоюза, все больше стали иметь прогерманский вид. А в Германии окончательно победил странный вариант прагматизма, который до сих пор дает сомнительные результаты. К достижениям Евросоюза можно относиться как угодно. Но в 2023 году Союзу исполнится 30 лет, и за это время он так и не смог стать центром политической силы, и постепенно сдает свои экономические позиции даже не столько в абсолютном выражении, как в своей тотальной зависимости от все более ярко выраженных тоталитарных режимов Китая и России. Теперь уже всем очевидно, что Германия не справилась с лидерством в Союзе. Зато, скооперировавшись с Францией, она стала душить своего естественного конкурента Евросоюза – Великобританию. Самая главная и крайне деструктивная роль Меркель, которая была канцлером Германии половину срока жизни Евросоюза, заключается в том, что она не могла, ну или не хотела, оценить собственную неспособность быть лидером для всего Союза и по-хорошему уступить эту роль Британии. А та, имея огромный опыт государственного строительства и разного плана международных отношений, который, в отличие от Германии, накапливался недискретно от взлета к следующему краху, а постоянно, довольно справедливо посчитала, что эксперимент с игрой в ЕС оказался неудачным, и надо откатываться на предыдущий формат. Но, по крайней мере, пока в Евросоюзе будет доминировать Германия, которая уже там подавила принцип коллективности решений, а главное – слила в унитаз демократические ценности в пользу того самого странного прагматизма, от ЕС нужно держаться подальше и заниматься реальными вещами с реальными союзниками. Тем более, что в США уже сделали свои выводы, и даже та отрыжка в виде четырехлетнего правления Трампа не повлияла на это решение. Так что Великобритания стала первой страной, которая покинула ЕС не по экономическим, а по фундаментальным, доктриальным причинам. И неудивительно, что в Брюсселе тут же стали причитать о том, что Лондон создал опасный прецедент, и что за ним может начаться выход и других стран. В числе первых кандидатов на выход называют, кстати, Польшу. Проще говоря, Британия хоть и ушла, не хлопая дверью, но всем понятно, что развод произошел на доктринальном уровне. И в итоге получается, что Евросоюз не оправдал надежд Британии ни в экономическом, ни в духовном, ни в идейном плане. Проще говоря, направление, в котором Германия повела Европу, Британию абсолютно не устраивает, и она не пожелала разделять ту общую политику, которую Союзу навязывает Германия. Но в таком случае рано или поздно Британия все же должна была объясниться как перед своей, думающей частью населения, так и перед той же самой частью населения стран Евросоюза, которые, глядя на маневры соосновательницы Союза, все же хотели бы разобраться в ее аргументах, заставивших уйти на вольные хлеба, явно имея ряд проблем, связанных именно с процедурой выхода. И вот Британия объяснилась и сделала это, как всегда, без Макроновских истерик или путинского деменциозного угара. Но просто в сети стал доступен документ, состоящий из 115 страниц, который поясняет видение Британии того, где сейчас находится мир, почему он здесь оказался, и что намерена делать Британия для того, чтобы изменить его к лучшему. Кстати, для тех, кто уже потерял ориентир в этом мире, там подробно рассказано о том, что такое это самое лучшее с точки зрения Великобритании. Ведь согласимся, что оно никак не может совпадать с тем смыслом, который в это слово вкладывал товарищ Сталин, говоря «жить стало лучше, жить стало веселей». Кстати, про веселее напомнило вот что-то недавнее. Мы настоятельно рекомендуем прочесть этот документ, поскольку в нем отражено то, что важно и нам. К сожалению, сие неведомо зеленой власти, просто потому что там нечем воспринимать и понимать подобные идеи и ценности. Мы же приведем всего несколько цитат из него, для того, чтобы легким пунктирчиком обозначить его тональность и указать на весомость этой доктрины. Главный посыл состоит в том, что в своих действиях Британия будет исходить из ценностей и интересов. Причем ценности имеют фундаментальное значение, а вот интересы могут меняться в зависимости от ситуации. И в данном случае интересы и ценности названы клеем, который скрепляет общество и британский союз в целом. Вот некоторые пункты названы там фундаментальными. Пункт первый. Суверенитет. Способность британского народа избирать своих политических представителей демократическим путем в соответствии со своими конституционными традициями и делать это без принуждения и манипуляций. Это включает в себя способность граждан защищать свой индивидуальный суверенитет в рамках верховенства закона, обеспечивая защиту своих прав и свобод, в том числе в интернете. Пункт два. Безопасность. Защита нашего народа, территории, демократических институтов и образа жизни. Обеспечение безопасности в современном мире включает в себя растущий спектр деятельности. От борьбы с угрозами со стороны государств и негосударственных субъектов, таких как террористы и организованные преступные группы, к повышению устойчивости общества с тем, чтобы мы могли лучше противостоять рискам и неожиданным потрясениям, включая будущие чрезвычайные ситуации в области окружающей среды и глобального здравоохранения. Пункт третий. Процветание. Способность британского народа наслаждаться высоким уровнем экономического и социального благосостояния, поддерживать свои семьи и использовать возможности для улучшения своей жизни. Это правительство считает, что истинное процветание зависит от выравнивания возможностей и от того, чтобы делать больше для совместного использования преимуществ экономического роста по всей Великобритании. Оно также считает, что наше процветание и безопасность взаимно укрепляют друг друга. А вот что там же сказано о ценностях. Союз также связан общими ценностями, которые имеют основополагающее значение для нашей национальной идентичности, демократии и образа жизни. К ним относятся приверженность универсальным правам человека, верховенству права, свободе слова и справедливости и равенству. Те же самые основные ценности будут по-прежнему определять все аспекты нашей национальной безопасности и международной политики в предстоящем десятилетии, особенно перед лицом растущего авторитаризма и сохранения экстремистских идеологий. Они также выражаются в нашей поддержке климатических действий и лидерстве Великобритании в сокращении бедности во всем мире. В большинстве случаев интересы и ценности Великобритании тесно связаны. Мир, в котором процветают демократические общества и защищаются основные права человека, в большей степени способствует нашему суверенитету, безопасности и процветанию как нации. Преследуя наши цели до 2030 года, мы будем стремиться к устойчивому прогрессу в деле защиты и продвижения этих ценностей и демократии во всем мире. Как это ни странно, но в последние 2-3 года мы постоянно пишем о том же самом. Пример того, что творил Трамп в США, как раз и указывал на то, что он не просто отходил от базовых ценностей, а уже просто не принимал их как таковые. То же самое касается и европейских стран, в том числе и Германии, которая легко разменивает эти ценности на сомнительные подачки от Москвы и Пекина. И вот как выглядит одна из целей, которая поставлена правительством перед Британией. Наша первая цель – поддержка открытых обществ и защита прав человека как силы добра в мире. Международный порядок столь же устойчив, устойчив и легитимен, как и государства, которые его составляют. Поэтому мы будем поддерживать открытые общества, характеризующиеся эффективным управлением и устойчивостью внутри страны, которые сотрудничают с другими странами на основе прозрачности, надлежащего управления и открытых рынков. В общем, Британия возвращается к базовым принципам защиты демократии в тех странах, где народ сделал этот свой выбор и недвусмысленно указывает на то, что в ближайшие несколько лет будет показан беспрецедентный рост оборонного бюджета, поскольку военная угроза со стороны Китая и России вынудила пересмотреть уровень оснащения своих вооруженных сил с точки зрения обеспечения безопасности британских интересов. Ожидается, что в ближайшие четыре года финансирование будет увеличиваться пошагово на 24 миллиарда фунтов стерлингов. Это существенно превысит обязательства, которые взяли на себя страны НАТО. Это крайне важно в свете того, какие опасные доминирующие тенденции фиксирует британское правительство. Следующие ниже цитаты взяты уже из доклада министра иностранных дел Великобритании. Первое – это попытки разрушения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, который еще всего поколения назад казался непоколебимым. Демократия сдает позиции. Ожидается, что в этом десятилетии совокупный ВВП автократических режимов превысит совокупный ВВП всех демократических стран мира. Только задумайтесь на секунду о том, что это значит. Значит, тирания становится богаче, чем свобода. Это имеет значение для нашей страны, потому что мы знаем, что стабильные, уважающие свободу демократические страны гораздо менее склонны развязывать войны, предоставлять прибежище террористам и провоцировать крупномасштабные иммиграционные потоки. С демократическими странами, как правило, правда не всегда, но в целом, легче торговать и легче сотрудничать для решения наших общих проблем. Это первый момент. Вторая тенденция – появление новых угроз. После 11 сентября мы привыкли говорить об асимметричной войне. Но технологии на службе зла становятся новым опасным оружием, применение которого при этом пока трудно классифицировать как вооруженный конфликт. Нам довелось почувствовать это на себе. Три года назад, в этом же месяце, мы стали свидетелями атаки на улицах Солсбери, совершенной с применением нервно-паралитического вещества. Атаки, в которой не прозвучало ни единого выстрела. В то же время государства, террористические группы и банды преступников используют технологии, чтобы подвергать опасности наши дома, наши предприятия, нашу инфраструктуру. Третья тенденция настоящего времени, пожалуй, самая опасная – это усиление тех факторов, которые мы не можем рассматривать иначе, как потенциальные угрозы самому нашему существованию. Это угрозы нашей цивилизации, огромным слоям населения мира или даже самой планете. И все же, несмотря на все эти угрозы, сейчас не время предаваться отчаянию, потому что у нас так же много причин для оптимистичного взгляда на будущее, как в Великобритании, так и во всем мире. Мы видим, как на улицах России, на улицах Беларуси, Мьянма, Гонконга, молодые люди рискуют жизнями, отстаивая права на свое будущее, требуя демократии, свободы и повышения качества жизни. Они заявляют старой гвардии в их роскошных кабинетах, что грядут другие времена. Не правда ли, очень знакомые вещи изложены на самом высоком уровне правительства Великобритании? Мы не раз обращали внимание на то, что Запад выкормил с ложечки ту угрозу, которую несут Россия и Китай. Это делалось и делается сейчас, потому что Запад слишком долго закрывал глаза на то, что по сути помог возродиться тоталитарным режимам, которые теперь угрожают всему нормальному миру реальной войной. И вот если кто-то решился самостоятельно почитать полный текст этих документов, пускай представит, могла ли такое сказать фрау Меркель. Она в принципе вообще способна была вот так вот оценить деструктивную роль тоталитарных режимов Пу и Си. Да ничего подобного. Она там названа лучшим другом, которого ждут в Москве и Пекине с распростертыми объятиями, ну в случае Шухера на ее родине. Но беда в том, что до Шухера там дело вряд ли дойдет, ибо некому его устраивать. Хотя все уже настолько очевидно, что выглядит настоящим позором. И вот возвращаясь в начало нашей повести, можно еще раз попытаться ответить на вопрос о том, правильно ли сделала Британия, распрощавшись с Евросоюзом имени Мадам Меркель. Ведь вопрос о выходе был решен еще до ее дембеля, когда никто не мог дать гарантии, что бабуля не выйдет из канцелярии только ногами вперед. Ведь если бы она сама не ушла, то сейчас уже пошла бы на пятый круг. Ее лучшие дружбаны в Москве и Пекине уже оформили себе вечное правление. И она могла бы вполне бы смастерить что-то нечто подобное. Но Британия таки ушла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!